Неприятный разговор. В мэрии состоялось совещание по вопросу изменения правил обустройства мест накопления ТКО. Задача закрепить каждую контейнерную площадку за конкретным юридическим лицом УК, ТСЖ или ЖСК. Хозяин должен содержать территорию сбора отходов в радиусе 5 метров, чтобы вокруг баков не образовывалась стихийная свалка. Постоянно увеличивать расходы бюджета на вывоз несанкционированных свалок, которые образуются у нас практически вокруг каждой контейнерной площадки. Конечно, много причин. Есть объективные, субъективные. Субъективные больше связаны с тем, что недостаточная у нас, к сожалению, проработка некоторых графиков вывоза с контейнерных площадок региональным оператором. Но мы понимаем, что эта работа нуждается в каком-то времени, и мы вместе с вами готовы в эту работу включиться и регулировать. Управляющая организация должна обратиться в городское управление ЖКХ, согласовать место расположения площадки и включить ее в реестр. Новые правила вступили в силу с начала года. К середине апреля никто бы в Иванове ни одну контейнерную площадку не узаконил. У организаций ряд вопросов. На одной контейнерной площадке размещено несколько хозяйствующих субъектов. Две управляющие компании и, например, ЖСК. Мы столкнулись с такой проблемой, что управляющая компания содержит контейнерную площадку, убирает, что мы всегда делали, вывозит навалы мусора. Но сосед, соседняя управляющая компания, зачастую ЖСК, они здесь присутствуют, не просто игнорируют графики уборки контейнерной площадки, графики вывоза. Они опиливают деревья и приносят на контейнерную площадку. И этим всем занимаются управляющие компании. В данной ситуации тоже идет нецелевое использование средств собственников. Собственники наших многоквартирных домов оплачивают выбор с мусора соседних ТСЖ и ЖСК. Тут вы вправе выбрать. Либо убирает одна управляющая компания предыдущая, а новые ей платят, либо они меняются по графику. То есть это полностью предлагается на окку к вам оставить. Можете договориться, договаривались. Не можете договориться, значит вы обращаетесь к нам за местом рядом. То есть это координаты, которые будут рядом. Это будет как лего, то есть одна, вторая, третья. Неоднократно внимание акцентировали на отсутствие порядка в частном секторе. Мое личное мнение и убеждение в том, что даже подписав соглашение с муниципалитетом, мы проблему не решили. Знаете почему? Потому что частный сектор у нас остается неорганизован. И до тех пор, пока частный сектор не будет охвачен контейнерным сбором, организованным местами сбора, эта проблема будет продолжаться. А решать эту проблему за счет жителей многоквартирного дома, я считаю, несправедливым. Спасибо за внимание. Мы сейчас рассматриваем, как организовать частный сектор кустовым способом. Никто не отрицает эту проблему на границе. Но на проспекте этих сыщиков рядом нет частного сектора, при том, что Марина Николаевна прекрасно показала, как выглядела эта свалка неделю назад. И, соответственно, прошла неделя после сборки. Я уверен, что сейчас там опять идет новая мусора, и мы не можем каждую неделю вывозить. Много упреков и претензий к работе УК, рекоператора, да и администрации тоже. Спектр эмоций свидетельствует о том, что проблема есть. И даже если ее совсем не хочется решать, делать это придется. Два года, как у нас стал рекоператор, у нас все хуже и хуже. И у нас нет частного сектора. То есть здесь очень много говорят о частном секторе. У нас их нет вообще, частных домов. Но у нас все хуже и хуже. И по субботу, по воскресеньям у нас не вывозится. Само собой, за субботу, воскресенье разбираются такие огромные кучи. Как раз вот здесь это было и показано. Что управляющая компания, само собой, она уже в понедельник не сможет это все убрать. Это микрорайон Воробьева. Обслуживает у нас региональный оператор. Обслуживает очень хорошо. Убирается два раза в неделю. Люди претензий никаких не высказывают. Никакого мусора у нас нет. Никаких контейнеров, правильно здесь было сказано, нам не нужно. Жители микрорайона Венеева хотят видеть и слышать конкретизацию решения данного вопроса. Работу управляющих компаний жители не видят. Сейчас выступал представитель регионального оператора. Тоже работу регионального оператора не видим. Контейнера стоят на проезжей части дороги, а не внутри ограждений. Кругом по микрорайону бегают мыши, крысы, тараканы. Давайте не будем перебрасывать администрации, управляющие компанией, рекоператор. Каждый должен морковку грызть со своего конца. А кому морковка не по зубам или просто нет желания ее грызть, придется заплатить. Статья 6.3 в отношении юридических лиц сегодня в большей степени касается, так как присутствуют представители юридических лиц, от 10 до 20 тысяч рублей. И статья более жесткая, статья 8.2 предполагает административное списание от 100 до 250 тысяч рублей. До 1 июля правительство предлагает сформировать полный реестр контейнерных площадок областного центра. Заявки с перечнем домов и потребностей жителей управляющим организациям нужно подать до начала лета, а еще согласовать место размещения площадки. Время пошло. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.